Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Думаю выход RTX 3000 многих порадовал, но так ли эти видеокарты убьют старое поколение как говорят сейчас многие блогеры и может быть все таки нет особого смысла ждать новенькую RTX 3070. Давайте в этом видео сегодня разберемся и посмотрим какие видеокарты имеет смысл брать именно сейчас, а какие явно стоят сильно дороже чем дадут вам производительности. Ну а перед тем как мы перейдем к обзору рынка видеокарт не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с цен на новые видеокарты, чтобы более грамотно сравнивать остальные видеокарты с ними. На сайте Nvidia цена за RTX 3070 начинается с 45 тысяч рублей, на 3080 с 63 тысяч рублей, а за 3090 просят 137 тысяч. Естественно что это не окончательные цены, а сверху 100% будет накрутка таможни и наценка магазина. И ценник на сайте Nvidia стоит за референсные видеокарты, которые как правило горячие и шумные. Хотя это еще только следует проверить, потому что новая система охлаждения может быть весьма эффективной, о чем нам рассказывал Хуанг на презентации. А вот что касается карт от партнеров Nvidia, то эти карты как правило могут колебаться в цене в зависимости от охлаждения. Кстати у меня многие спрашивали, что такое референс, так вот референс это видеокарта которую продает Nvidia в собственном охлаждении. Она правильно называется Founders Edition, а все остальные видеокарты RTX 3000 называются не референс, так как там стоит кастомное охлаждение. И цена на такие карты уже известна, так как британский магазин уже слил цены. Если переводить цены на самые дешевые видеокарты, то получим тот же прайс, что и указала Nvidia на своем сайте. Но речь идет о самом простом охлаждении, а за хороший охлад придется чутка переплатить. Плюс к этому прибавить таможню, наценку и дефицит. В общем о дефиците говорить еще рано, а вот все остальное примерно можно прикинуть, чтобы мы знали с чем по цене сравнивать остальные видеокарты. Так что если опираться на цену британского магазина, то самая дешевая 3070 обойдется примерно в 50 тысяч рублей, а нормальные модели будут стартовать где-то с 55 тысяч. Поэтому для сравнения со старыми картами я взял этот ценник от 50 до 55 тысяч. Плюс ко всему нам известна примерная производительность, которая заявлена на уровне 2080 Ti. Но даже если убирать рекламную кампанию зеленых и быть более адекватным, то видеокарта RTX 3070 явно не должна быть хуже 2080 Super. Со старшими видеокартами примерно такая же ситуация по ценам. Предположительная цена за нормальную RTX 3080 будет на уровне 70-75 тысяч рублей, а на RTX 3090 будет скорее всего сумасшедшая наценка из-за дефицита, так как топовые карты всегда поставляются в малых количествах на старте. И ценник скорее всего уйдет примерно на уровень 150-160 тысяч рублей. Так что ориентировочно вот столько денег придется выложить за RTX 3000. Но вот конкурентов видеокартам RTX 3080 и RTX 3090 на сегодняшний день практически нету. Так что сравнивать решения, доступные сейчас на рынке с топовыми картами смысла вообще нет. Можно лишь только обдумать целесообразность приобретения старых флагманов по их текущим ценам. И давайте начнем наш обзор рынка самой народной видеокарты GTX 1650 Super. Найти ее сейчас можно примерно за 13 с половиной тысяч рублей. И выход новых флагманов явно никак не повлиял на эту видеокарту. Она все так же является отличным приобретением под среднебюджетной сборки и за свой прайс лучшее можно найти только на б.у. рынке. А замены этой видюхи подъедет только в следующем году. И неизвестно какой она вообще будет. Скорее всего Nvidia подарит бюджетным видеокартам лучи и ценник на них точно будет повыше чем у 1650 Super. Кстати ссылки на все видеокарты из ролика я оставил в описании. Если вы ищите не сильно дорогую видеокарту, но с хорошим охладом, то можете присмотреться именно к этим моделям. Дальше по цене идет GTX 1660, но версия без Super и до релиза новых видеокарт была не очень хорошим приобретением. А вот за 1660 Super сейчас просят 20 тысяч и она также остается отличным решением в среднюю сборку. Так как по своей сути все эти видеокарты основаны на чипах GTX 1660 Ti, которая является уникальным урезанным решением от RTX 2060. И в том поколении это был отличный ход Nvidia для тех кто не хотел переплачивать за лучи. В этом же поколении скорее всего появится новый чип для бюджетных видеокарт. И как правило первой выйдет замена GTX 1660 Ti, но скорее всего с лучами. А еще более дешевые решения вроде 1660 Super и 1650 Super появятся вообще неизвестно когда. Так что включать режим ждуна смысла особого нету. И обе эти видеокарты будут идеальным приобретением еще очень долго, особенно если у вас не резиновый бюджет и на карты постарше у вас не хватает. Так что я бы рекомендовал вам не слушать экспертов, которые говорят, что эти видеокарты бессмысленное приобретение. Ведь как правило они сами сидят на топовых видеокартах и с каждым новым поколением утверждают, что все старые карты стали мусором. Дальше по цене идет видеокарта от красных RX 5600 XT. Найти ее можно приблизительно за 27 тысяч и в целом это тоже неплохое приобретение. Даже если учитывать тот факт, что она стоит половину стоимости RTX 3070, о которой мы говорили в начале видео. По голому фпсу в играх она выигрывает 1660 Super ровно настолько же, насколько и дороже. А если AMD завезет поддержку лучей на нее, то ценник на нее оправдает каждую свою копейку. И скорее всего замена этой карты появится также не скоро, так как AMD вроде собираются показать только флагманские видеокарты. Так что если вы уже устали ждать с моря погоды, то можете смело брать ее и наслаждаться хорошему фпс. По цене и качеству эта видеокарта абсолютно нормальная. А вот дальше на рынке сейчас стоит RTX 2060 Super за почти 37 тысяч рублей в нормальном исполнении. И ответить на вопрос стоит ли эта видеокарта своих денег уже не так просто. Но мы знаем, что видеокарта RTX 3070 будет выступать на уровне RTX 2080 Super или лучше. Поэтому нехитрым путем можно выяснить, что в разрешении 2К видеокарта RTX 2080 Super обходит RTX 2060 Super в среднем на 25%. И значит RTX 3070 будет выигрывать 2060 Super на 30-35%. И давайте посчитаем по максимуму 35% цены от ориентировочных 55 тысяч рублей. Получается, что 35% мощности RTX 3070 стоит 19 250 рублей. Прибавляем к нему стоимость не самой дешевой модели от Polyp и получаем ценник в 55 980 рублей, что и является ориентировочным прайсом RTX 3070. Получается, что при покупке RTX 2060 до выхода новых видеокарт вы абсолютно ничего не потеряете. У обеих видеокарт будет стоять по 8 гигов памяти и прирост новой архитектуры конечно будет заметен, но по цене это выйдет дороже. Так что кричать, что 2060 Super брать нет смысла просто глупо. А те, кто приобрел эти карты до презентации по итогу ничего и не потеряли. Да, понятное дело, что 3070 будет смотреться лучше, но если у вас есть 37 тысяч на 2060 Super и вы точно не потянете ценник 3070, то думаю задуматься о ее покупке даже не стоит. Так как карта тоже очень неплохая и поддерживает DLSS 2.0, который дает отличный FPS даже на младших лучах. Дальше по прайсу идет видеокарта RX 5700 XT. И вот она хоть и неплохая видюшка, но майнеры загнули цену уже за 40 тысяч. А пока не решится вопрос с лучами и приколюхами AMD, я бы не рекомендовал брать эту карту за такой прайс. Так как после презентации Nvidia стало ясно, что все эти лучи и тензорные ядра это будущее, которое дает поиграть в большом разрешении. Так что лучше подождать презентацию AMD и уже потом решать, покупать ее или нет. А вот самую актуальную видеокарту до презентации RTX 2070 Super сейчас покупать не очень выгодно. Но чтобы быть максимально объективным, давайте посчитаем. Цена на видеокарту сейчас 44 тысячи рублей, а по производительности она уступает порядка 15-20 процентов в более старшей RTX 2080 Super. И если посчитать по той же схеме, то получится, что она проигрывает на 11 тысяч рублей, что в сумме дает те же 55 тысяч, за которые будет продаваться RTX 3070. Но есть несколько нюансов, что это сравнение именно с RTX 2080 Super. Как ожидается, RTX 3070 будет чутка мощнее ее и выходит, что купив сейчас RTX 2070 Super вы чутка переплатите. И есть смысл докинуть именно на 3070. Но я бы не сказал, что 2070 Super прямо не стоит покупать. Ведь видеокарта вполне достойная и если ценник хотя бы немного просядет, то это такой же неплохой вариант, как и 2060 Super. А вот за 2080 Super сейчас просят 60 тысяч рублей. И вот именно она самая неудачная покупка, так как на эти деньги должна подъехать в октябре RTX 3070, у которой чуть больше производительности. А RTX 2080 Ti и вовсе бесполезная покупка за свои 88 тысяч, так как уже скоро должны появиться видеокарты RTX 3080, которые превосходят ее в играх минимум в половину. А стоить она будет в самом худшем случае столько же. Так что получается, что Nvidia не убивала всю 20 линейку, как все говорят в интернете. А убила только свои топовые карты, которые стали бесполезным приобретением за свой ценник. А более младшие карты все так же актуальны и станут неплохим приобретением в ваш игровой ПК. Конечно архитектура Ампер намного ярче Тюринга. Но если у вас нет 55000 на 3070, то я бы смело брал 2060 Super или RX 5600 XT и особо не парился. Ну или 1660 и 1650 Super, которые в будущем можно будет обновить и на новые видеокарты и при этом не сильно потерять в цене. Так что вот такая вот ситуация сейчас уведю. И даже если что-то кто-то намутит с ценой на RTX 3000, то вы же еще больше выиграете купив 2060 или 2070 Super. Ну а если вам понравился или был полезен ролик, обязательно поставьте ему лайк. Так же напишите в комментариях, что вы думаете про цены на новые видеокарты. А я хочу вам напомнить, что вы всегда можете задать любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!